Один, два, три, четыре, да, все работает. Здравствуйте всем, большое спасибо, что вы пришли сегодня в магазин «Республика» на презентацию книги «Сигда мало. История группы The QO». Счастлив представить ее, плод трехлетней работы своей над этой книгой. Честно скажу, что сначала были некие препятствия. Никто не верил в том, что вообще книга нужна. Я подумал сначала, как музыкант, что раз Q такая группа важная вообще для русской музыки, на много кого повлияло. И я подумал, что поддержать эту книгу должны как раз и русские музыканты, которые испытывали на себе влияние этой группы. Это ни много ни мало Алиса, Агата Кристи, «Смысловые галлюцинации», B2. Ну и список можно продолжать бесконечно. Но, к сожалению, эта тема не срослась. И поэтому мой последний аргумент продюсерам и издателям этой книги был такой, что вот когда пикник «Афиша» объявили о том, что группа приедет на фестиваль, я сказал, ну вот, я уже силой мысли призвал группу в Россию, давайте. И все, в общем, закрутилось. Вот, хочу представить наших гостей, экспертов. Спасибо им большое. Хочу сказать, что они поддержали нас. Это Александр Кушнир, журналист, писатель, основатель информационного агентства «Кушнир Продакшн», автор, в общем-то, уже культовых книг, нескольких культовых книг о русской музыке. Андрей Бухарин, журналист, музыкальный критик, радиоведущий. И Александр Елин, поэт, продюсер. Также хотел бы представить продюсера книги «Всегда мало история группы The Q» Александр Пантыкин. Ну и первый мой вопрос как раз вот будет по теме того, насколько же все-таки повлияла вот эта группа The Q на русскую музыку, на русских музыкантов. И вот вопрос к вам, Александр, как, в общем-то, специалисту-эксперту по русской музыке. Ваше мнение. Пожалуйста. Я вот ехал сюда, думал, 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 ничего мне в голову не приходило. А потом я понял, что я знаю две русские группы, на которые The Q не оказали никакого влияния. Это зоопарк. И в каком-то смысле аквариум. Вот. Значит, во-первых, я вдруг порылся у себя в грязной башке и вспомнил, что мы все Q ждали то ли в 88-м, то ли в 89-м году. Значит, наш запад, это Прибалтика, куда-то в район, там, Таллин, Rock Summer. Но это был не Rock Summer, а это был какой-то фестиваль там со странным названием, типа, билеты для железнодорожников всегда. Но я не помню название. Но, в общем, все были уверены, что они приедут, там как раз тур совпадал. И там по каким-то причинам не получилось. Я не знаю подробностей. И я помню, что сколько я ездил в Питер в конце 80-х, в салонах было модно говорить про The Q. Я знаю только одну группу, которая про The Q ничего не говорила. Это была группа кино, она просто пиздила. Вот, поэтому вот, то есть там вот в тусовке новых художников, в тусовке вот всех таких, они про The Q не говорили, они просто брали их мелодии и успешно реализовывали. В Москве это был культ. Но хочу вам сказать, может, это никому не интересно, но я пришел, чтобы это сказать, что больше всего The Q любили в киевской рок-артеле. Это Вопли Ведоплясово, это Калешский асессор, это Работахо, то есть просто там для них это был культ. Да, я не знал, кстати. Я знаю, что на Свердловскую рок-музыку Q тоже очень сильно повлияет. Я буду последний хам, если я у тебя хлеб буду отбивать про Свердловскую. Ну, в общем, вот на Украине считалось, что если чувак прошел по Крещатику в футболке с Робертом Смитом, на нем надо жениться срочно, и все будет хорошо. Вот, поэтому, безусловно, это был культ. И, я не знаю, может, Елен вспомнит или Андрей вспомнит, когда там случайно в Москве какая-то там была история, когда дизинтегрейшн продавался в ДК Горбунова, что-то какими-то там непонятными партиями его просто сметали. Вот. И странно, что Q любили практически без видеоряда, потому что, ну, вот так глобально видыки появились в конце 80-х, то есть никто не знал, какие они чудом хороши и горячие на концертах, вот, а любили их просто так, за музыку. То, что сейчас очень редко бывает. Без Ютьюба, без MTV, без накруток, без соцсетей, вот, и это была группа с очень сильной мифологией. Это была группа с очень сильной мифологией, то есть некоторые даже сравнивали их с Joy Division, хотя это очень опосредованно все, вот. Но, тем не менее, и мне кажется, что вот пик любви к ним, это вот конец 80-х, начало 90-х. Вот в двух словах, вот, все. Да, чуть-чуть дополню, как раз вот альбом Wish 92-го года, откуда вот это супер-хит международный, Friday I'm in Love песня, такой гимн Советского Союза, который до сих пор играет в магазине Магнолия даже. Вот. Андрей, пожалуйста, ваше мнение, вот, насчет влияния, все-таки, группы Q на русскую музыку. Да нет, ну, здесь все, хочу еще раз вас здесь поприветствовать. Мы сегодня, так получается, открываем неделю The Q в Москве, которая продолжится, так сказать, их непосредственно... ...болгожданным выступлением. Ну, про их влияние, мне кажется, уже все сказано. Конечно, повлияло очень сильно на нашу музыку, это слышно. Как известно, у кино это слышно, вопиющие, у Алисы... Да, но дело не в этом. Ну, это естественно. Я вот в связи с этим вдруг задумался, почему же, в самом деле, именно The Q были так любимы у нас. Ведь дело в том, что в начале 80-х, в середине 80-х, они были, безусловно, популярнее, известнее, чем Joy Division, Bauhaus. Я уж не говорю про первые постпанк-группы британские, очень влиятельные, как там Wire Magazine, там Genku 4, которые, ну, влиятельные в Англии, я имею в виду. У нас The Q, я вот сейчас сижу и думаю, да это что у нас, какой-то наш дипепл постпанка. То есть какая-то такая... Потом, правда, еще есть история с дипешмодом, но поскольку дипешмод – это история, ну, электропопа, так сказать, электронной новой волны, а здесь все-таки такой именно готический постпанк – это немножко две разные ветки одного и того же движения, поэтому дипешмод мы сегодня оставим в стороне, русскую народную группу. Это известный Deep Purple, дипешмод, Рамштайн. Русские народные коллективы. Да, это забавно, что, ну, что-то вот было, ну, что, наверное, это просто талант Роберта Смита, который, этот талант поп-мелодии, талант создавать поп-вещи, потому что даже такие мрачные вещи, как его, вот эта знаменитая трилогия 17 Seconds, Fate и порнография, моя любимая, так сказать, да, я воспитан порнографией, получается, да. Несмотря на такую мрачную музыку, она все равно была популярна, популярна, попадала в хит-парады, и, конечно, Смит, The Cure – это одна из частей вот этого рождения готической музыки, вместе с Susan The Banchess, у которых, которые менее сейчас у нас известны, наверное, хотя теперь уже все известно, интернет, нет проблем информации, у которых Смит очень многому научился, и вместе там с Joy Division, Bauhaus, массой других групп, вот это создание готического постпанка, готики, готического рока во всех видах или не рока, просто готики, но они, конечно, никто себя готами не считали, разумеется, и все открещивались от этого, потому что, ну, потому что они все были оригинальные артисты, вот посмотрите, если мы возьмем клонов постпанка современных, бесчисленных, они все похожи друг на друга, а больше всего на Joy Division. Если мы возьмем группы этого времени, то есть Bauhaus, Joy Division, The Cure, Susan The Banchess, сейчас я забыл кого-нибудь, Sisters of Mercy, кого можно поставить рядом с ними, то мы увидим, как они сильно отличались друг от друга, играя одну и ту же музыку, играя в одном и том же стиле. Абсолютно яркие из индивидуальности. Тут, конечно, забавен Смит, потому что он не был таким демоническим героем, как Питер Мерфи, или таким романтическим красавцем-героем, как Eldritch et Sisters of the Sisters of Mercy, а он был такой тюфяк-увалень, который всегда говорил, что он предпочитает время проводить в кровати с книжкой. Вообще он интересный персонаж. И на самом деле он для меня загадка. То есть он для меня не совсем понятный, не совсем считываемый. Ну, в общем, можно много обо всем этом говорить. Давайте, чтобы дать слово другим, поговорим еще, давайте, пока я прервусь. Хотел сказать, что действительно Роберт Смит, может быть, как раз в своей загадочности, вот этот, есть притягательность, ну, вот, и за что его, собственно, там, обожают, любят, вот, есть в нем загадка, конечно. А вот насчет «Гипишмот» вы вспомнили тоже в тему, вот когда как раз эту книгу делали мы, и в этот момент вышло уже три книги в России про «Гипишмот». Вот. И я говорил издателю, ну, 3-0 сейчас. Вот. 3-0. Но тут есть момент такой, что это реально очень хорошая книга. То есть, ну, дело не в рекламе ее. Дело в том, что про музыку пишется много книг, и переводных, и от своего лица. Особенно наши авторы спокойно строгают книги про западных артистов. В общем, магазины заполнены этим. Но надо признать, что много из этого, ну, это как бы вещи, как мягче выразиться, достаточно проходные, рассчитанные совсем, знаете, на таких глупых фанатов, которые все сметут. Я уж не знаю, про какие книги вы там про «Гипишмот» говорили, но эта книга, на самом деле, очень известная. Очень известная именно в западном мире, очень знаменитая книга, и очень, ну, как бы информативная изнутри, я бы сказал. — Совершенно верно. Давайте, вот я хочу сейчас дать слово Александру Елену, поэту и продюсеру. Хочу спросить у него, вот, ну, насчет поэтики. Поэтики Кьюа, поэтики от Роберта Смита. Все-таки, ну, человек литературно одаренный. Литературно одаренный, я считаю. Вот как вы считаете? Я вас разочарую. Я, на самом деле, довольно поверхностно знаю, о чем там Роберт Смит пел, так плюс-минус по названиям песен. Я хотел сказать, ровно ответить на те же вопросы, что отвечали мои коллеги. Во-первых, группа Кью повлияла, например, на Сашу Кушнера хотя бы так, что, ну, минуты три нужно будет хорошему гримеру, чтобы сделать из него Роберта Смита. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, я довольно странный выбор для того, чтобы быть спикером на этой тусовке, потому что у меня с группой The Q отношения довольно странные. Я воспитывался на музыке 70-х годов, бегал на все толкучки, знал, сколько стоил в 1976 году ЕС, Генезис, Пинк Флойд и так далее. Вдруг, значит, началась эпоха панка. Значит, конечно, все старые рокеры скривили лицо, потому что это было как будто бы какие-то варвары пытаются разрушить цивилизацию. Да. Потом этих варваров, значит, одни опопсели, других отбросили, они обиделись и превратились в постпанк. И вот эта нудная, однообразная пу-пу-пу-пу-пу музыка и пришла сначала в лице группы The Cube, потому что первые три альбома были, ну, если честно говоря, их до сих пор невозможно слушать. Там, ну, редкие обрывки мелодий, иногда там, причем, ну, кино там читается сразу, потому что если вы говорите про похожесть кино на The Cube, то это первые три альбома, конечно. Но, но, что... Да, да, но это как известная история, да, что Iron Maiden все украл у Арии, да-да-да. Вот. Так что я хочу сказать про группу The Cube, с точки зрения ее, как бы, культурной составляющей. Это была гениальная история, потому что, ну, мы отстаем лет там на семь, на восемь, поэтому музыканты вот этих всех групп, которые перечислялись, там, Tuesday and the Benches, Sisters of Mercy, это практически мои ровесники. Им всем сегодня около шестидесяти. Они все 59-й, 56-й год рождения, вот так вот. По идее, надо было бы слушать своих ровесников, но мы, как бы, не получали эту музыку вовремя. Первый альбом, который был у меня, The Cube, это Fight, и он прям сразу мне не понравился ничем. Я забыл про эту группу навсегда, пока не увидел чувака на MTV, который тонул в лифте. И у меня никак не складывалось, что это не сложилось, что это один и тот же чувак, потому что там была подростковая депрессия, ужас и кошмар, а тут вдруг началась настоящая циничная веселуха. И вот то, что они сумели, вернее, Роберт Смит, конечно, потому что там остальные музыканты менялись, и про их вклад мы, наверное, мало знаем. Может быть, книжечка нам расскажет. Но по факту мы говорим про Смита, что он сумел в какой-то точке, как положено любому нормальному человеку, после того, как он женился, влюбился, потом седьмой раз влюбился, перейти от подросткового вот этого вот ужаса, хтонического перед жизнью, вдруг стать веселым циником, который пишет очень смешные песни. По сути, он очень клоун, такой правильный клоун, печальный клоун иногда, иногда смешной клоун, но всегда это в конце смешно, весело и позитивно. И, конечно, наверное, отчасти того, что он был совершенно потрясающий мелодист, ну и есть, как был, есть, он совершенно потрясающий мелодист. Явно, что он пишет интересные, небанальные и смешные тексты, ироничные тексты, вернее, вот так. В какой-то момент, вот скажем, я всю жизнь люблю группу Спаркс, в какой-то момент мне показалось, что они по духу очень близки, а Спаркс совершенно ироническая, абсолютно саркастическая и стебная тролльная группа. Также точно в какой-то момент Роберт Смит стал для меня одним большим смешным веселым троллем. Я все альбомы его сейчас внимательно слушаю, но, конечно, начиная с 82-83 года, нет, не первые три. Можно мне немножко не подискутировать, потому что о вкусах мы как бы не будем спорить, и как бы вполне с уважением отношусь к высказанному сейчас мнению, но, и опять же, сейчас я могу сказать только свое субъективное мнение, что вот эта вот самая подростковая депрессия, вот эта трилогия, ученическим был только первый альбом, «Бой с Дон Край», который «Три парни» или «Бой с Дон Край», а трилогия, которую я вот перечислил, 80-й, 81-й, 82-й год, на мой взгляд, это высшее достижение группы Кьюр плюс Дезинтегрейшн, то есть другой полюс, в котором он в своем движении вот от этого мрака к попсе, к попсовому такому, к поп-звучанию, он в Дезинтегрейшн нашел новое выражение для вот этого вот, для этой безысходной мрачности. Там она такая более, да, я сказал бы, дождливая, туманная. Аристократичная. Такая, где-то это вот во всем там шугейс уже слышится в этом, в этой такой, все окружено таким саундом, таким дрожащим, туманным. Дезинтегрейшн, да, тоже великая пластинка для меня. Я сейчас только исключительно о своих вкусах. Между ними, я считаю, было переходный период, а после Дезинтегрейшн я вообще не могу слушать Кьюр. Все, что написано дальше, вот с альбомом «Виш», который принес ему популярность, пик популярности, и в 90-е годы, когда его открыла широкая аудитория, для меня это вообще уже ничего не значит. Я даже сейчас пытался, вот, кстати, в связи с книжкой вдруг послушать именно поздние записи и не смог все равно. Но старый не переслушивал по той причине, что они впечатаны в меня. Это часть меня. Это такой импринт порнографии, альбом порнографии, это просто импринт во мне. Это твой ДНК. Да, он вошел в мой ДНК. То есть это было вот мое поколение, музыка моего поколения. И если так уж переходить на романтический тон, я об этом сейчас писал в Фейсбуке, думаю, что, ну, может, кто-то читал, но я повторюсь. В один прекрасный день 1982 года я, любитель классического рока, Джимми Хендрикса, Блэк Саббата, полного набора Кинг Римсона, услышал, это был точно 1982 год, я услышал сразу три пластинки. Это была пластинка группы Japan Tindrum, пластинка Westworld, малоизвестной сейчас группы, Seat of Hate, Театр ненависти и Порнография The Cure. Вот в этот день все переменилось полностью. Я состриг длинные волосы, началась новая волна. Эти пластинки я помню, как от начала до конца каждую ноту до сих пор. Это была революция, которая произошла вот просто в моей голове в один день. Эти три пластинки открыли для меня не только новую музыку, они открыли для меня новую эстетику. Новую эстетику, новое десятилетие, 80-е. То есть они открыли мне портал в будущее. Теперь прекрасное прошлое. Ну, то есть это я к тому, чтобы когда я говорю, что я не могу после 89-го года у The Cure что-либо слушать, чтобы вы понимали, ну, что я люблю эту группу. И, в общем, это мало так сказать. Ну, просто немножко полемика вот с оценкой. Да-да, просто я в тот же самый момент, как бы здесь же падает по-разному. Я в тот момент, когда мир разделился на хэви-метал и новую волну, то в новой волне для меня номер один был, между прочим, Джапан, да, безусловно. Это вообще группа номер один? Но скорее Мэднес и Клэш, конечно, чем весь этот мрачняк подростковый, если честно. А дальше, ну, конечно, Айрон Мэднер же пришел на смену всем остальным, умеющим быстро играть на музыкальных инструментах. Александр, что вы скажете, вот трансформация вот этой... Слушайте, я, может быть, единственным в этом зале, который прокрался ночью в типографию. Хотите, верьте мне, хотите, нет, но я эту книжку читал. И поскольку я ее читал, значит, я подготовился. Ну, что мы тут сидим, там что-то умное вам говорим, а может не умное. Я подумал, что нужен перформанс. Ну, какая-то, помни. Вот, сейчас, сейчас, вот то, что ты хочешь. Хотелось, чтобы здесь какие-нибудь музыканты даже поиграли. Сейчас мы поиграем. Вот, и, значит, я подумал, что чем-то, может быть, мы заставим, вот я не боюсь этого слова, мы заставим эту книгу полюбить не только тех, кто там жует с краю, голодных и рабов, а наших друзей. И поэтому я думал, как это сделать? Я не так хорошо говорю, как Елен и Бухарин, но как бы я умею убеждать. Поэтому, где там фотографы наши, приготовьтесь. Сейчас, сейчас. Значит, смотрите. Значит, книгу эту надо читать под эту пластинку. Достать ее невозможно. Вот, ну там, скачаете, украдете. Но если это Первый Пресс, это их концерт. Они здесь страшные, жесткие, трушные. И это преддверие русского рэпа с точки зрения искренности. Я думаю, что Скриптонит, Оксимирон, Хаски, Слава КПСС, они все росли на этой пластинке. Вот. И вот под эту пластинку на громком звуке надо читать начало. У этой книги самое гениальное вступление из того, что я читал за последние 3-4 года. Да, нет? Согласен. Вот. То есть в типографии я не зря пробрался. Вступление страшное. Вот это тоже не совсем кью, это не порнография, у которого было рабочее название секс, по-моему. Это не из интегрэшн, это очень страшная пластинка. И в этой книге очень страшное вступление. Поэтому я вам желаю купить книгу, прочитать вступление, дальше читать не надо. Это заблуждение, что книгу надо читать, до конца, но вступление гениальное. И вот под вот этот концертник. И если вы будете думать, что вам тяжело жить, там вам деньги задерживают, как всем, там еще что-то, вот после этой пластинки вступления вы почувствуете себя самым счастливым человеком. Добро пожаловать в ад. АПЛОДИСМЕНТОМИЕ, 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 Большое спасибо, Александр, за такую рекламу. Я хочу подключить одного из переводчиков этой книги. Яков Соколов, его зовут, псевдоним Яха, музыкант. Вот. Пишет тексты тоже. Это уже вторая работа наша совместная. Первая была как раз книга про упомянутую уже здесь группу Джо Дивижн и Яна Кертиса, вокалиста группы. Книга называется «В смятении», но это вот наш уже такой вольный перевод. Долго мы рубились за перевод, потому что по-английски она называется «Тернер пад», как бы «растерзаный». Это строчка из песни самый известный «Лавтис» «Тернер пад». И хотел вот я его подключить. Я сейчас к нему подойду и буду спрашивать. Алло, Яков, здравствуйте, вы нас слышите? Его слышно, да, здесь? Сколько? Яков, вопрос есть вам, как переводчику этой книги, скажите, насколько была вообще трудная работа? Я знаю, что мы с вами приватно много общались насчет разных аспектов работы, но вот лично для вас насколько было интересно ее переводить? В книге много юмора, кстати, который вообще свойственен Роберту Смиту и его коллегам. Очень ироничные ребята. Вот расскажите вкратце про работу над книгой, про перевод. секундочку. Погромче можете чуть-чуть говорить? В микрофон. безусловно, безусловно, что плавить не тесно по самой дематике, потому что реактивно любви с луком продолжатся. Так, ну, можно? Да, да, не слышал вас. Говорите. Что? Говорите, говорите. что немножко не был поможет быть выбор по конкретной данной публики, потому что они присутствуют напичкам интересной информацией, но довольно так предъявленный язык и он в самом этом синхозе, продовольствия. Я не не поправился. Все можно правильно дать себя. публики. Спасибо. что не очень его слышно. Вот такой человек перевозил. очень классный парень. Мы его поправим. Ну, что, вот в заключение хочу сказать еще раз спасибо всем большое. Книга вышла в издательстве кабинетные ученые совместно с Futurity Music Books. Вот. Это линия, наша музыкальная линия музыкального нон-фикшена. Вот. Мы выпускаем, вывозили уже много достаточно книг музыкальных. Вот одна из «Сметений». Недавно вышла еще про Диаманду Галас. Ну вот, так как еще издательство в Екатеринбурге находится, то есть акцент на Свердловскую музыку. Вот вышла история из Свердловского рока. Дима Корочевка очень интересная познавательная книга в двух томах, энциклопедия. Вот. Ну что, призываю покупать. Большое спасибо нашим экспертам Андрею Бухарину. Спасибо. Значит, мы на чем закончим. Значит, у Андрея Бухарина сегодня день рождения. Он сейчас будет орать как недорезанный, что нет, но он просто скромный. И поэтому моему сегодня на день рождения решили эту пластинку подарить. Сашенька, спасибо. Прекрасный подарок. У меня сегодня абсолютно не день рождения. Естественно. Вот, да. Ну что же, это прекрасный, прекрасный финал. Теперь, да. Друзья, встретимся на пикнике Афиша на концерте. Вот. А в прошлый, кстати, концерт. Александр, вы были? Я думаю, что я единственный, кто был на всех концертах этой группы еще со школьных времен, еще с того состава. Поэтому, у меня ощущение, что если дождя не будет, то концерт будет хороший. Вот, прошлый концерт, который на Макси Дроме на фестивале был, там был дождь, кстати, как раз под Бойс Дон Крайв финальная объясня, пошел Ленин, это был великий, конечно, концерт. Вот. Ну, спасибо. Здесь в общем, давай, может, еще вот этого парня, скромного в конце, еще раз представим. Он стоит, как памятник Ленину. Александр Пантыкин, продюсер издания. Саша, спасибо.